Нужно ли строить в Коткино новую пекарню? Эту тему накануне обсудили представители региональной власти и Нижнепечорского потребительского общества. Вопрос пока остается нерешенным. Тем временем практически вся нагрузка по обеспечению конкинчан хлебом легла на пекарню сельхозкооператива СУЛА. Александра Литкова расскажет подробнее. В новое здание коллектив пекарни с ПК СУЛА переехал три месяца назад. Здесь есть цех не только по изготовлению кондитерских изделий и выпечки хлеба, но и отдельное производственное помещение по изготовлению мясной продукции. Новое здание под пекарню построили на старом месте. По словам пекарей, сейчас здесь есть все условия для комфортной работы. Со старым не сравнить. Тепло, хорошо. Вытяжки у нас есть, что мы уже этим не страдаем, что надо было открывать нам дверь и окна открываются. Старая пекарня у нас была с старых времен СССР. Она первоначально была у нас столовая. Столовая потом закрылась. Пришел Алексей Игнаевич у нас на свой пост председателя. И вот у него такое вот открылось, что надо свою открыть как бы пекарню. Оборудование практически полностью обновили. Особенно радует пекарей новый небольшой тестомеситель. Очень хорошо для мелкой выпечки. Когда там что-то занято, мы здесь можем замесить. Также он идет хорошо на замес пельменей. У нас уже как бы свободные руки. Как отмечают местные жители, выпечка никогда не задерживается на прилавке магазина сельхозкооператива. Выпечка в колхозном очень хорошая. Я даже покупаю часто в город и отправляю дочери в город. Пирожки с мясом, рыбники. Выбрать и сравнить качество мучных изделий еще недавно жителям села Коткино было из чего. На протяжении многих лет здесь работали две пекарни. Сельхозкооператива и Нижнепечорского потреб общества. Последняя сгорела 8 января. Поэтому практически вся нагрузка по обеспечению населения хлебом легла на пекарню СПК Суа. Еще часть хлеба сейчас доставляют из села Великовисочное. В принципе очень хорошо было, что у нас всегда две пекарни работают на последнее протяжение многих лет. Это колхозное пекарня СПК РК Суа, которая принадлежит, и рыбкоповское. То есть летом, когда проводился, допустим, ремонт в пекарне колхозной, нас снабжало хлебом в пекарне Нижнепечорского рыбкопа. Ну вот в связи с таким несчастьем сейчас нагрузку на себя основную взял, конечно, колхоз. И хлебом белым, то есть ежедневно выпекают. Сейчас проблем с хлебом нет. Состояние сгоревшего здания в ходе рабочей поездки в село оценили представители Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Нинецкого округа из Заполярного района. Очевидно, что здание не подлежит восстановлению. И главный вопрос сейчас, когда и на какие средства строить новое. Проведем сегодня совещание с главой поселка и с представителями потребов общества, которая владела у нас пекарней. И выработаем подход, как у нас в летний строительный сезон необходимо будет строить дополнительную пекарню и средства, за счет которых будет у нас строиться. По итогам совещания будет сформирован доклад главе региона Юрию Бездудному и принято решение о строительстве нового здания. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север.